Сознание и деятельность. Я даже хотел опустить слово деятельность, потому что она мне надоела. Я даже хотел сделать это без этого слова «активити», потому что я немного плачу от этого. В 1948-1949 год прошлого века я слушал о деятельности Леонтьева. В 1950 году под руководством Рубинштейна я написал курсовую память как деятельность. И вы можете догадаться, что за 60 лет она мне могла надоест. В 1948-1949 году я участвовала Леонтьева. В 1950 году я написал диплома о память как деятельность. Вы можете догадаться, что... У Рубинштейна. Под руководством Рубинштейна. Ну, вы, надеюсь, из содержания доклада поймете, почему я сделал такое начало. Рубинштейн и Леонтьев провозгласили в свое время принцип единства сознания и деятельности. Ну, не забудем идеологический фон, вот, или социальную ситуацию развития советской науки. Сознание признавалось вторичным, второсортным образованием. Ну, любая тоталитарная идеология, она имеет какой-то... что-то вроде аллергии к сознанию. Выгодский это не сразу понял. Выгодский это не сразу понял. Вот, и он очень обижался на Леонтьева за то, что тот не принял его программу исследования сознания. И поэтому и Леонтьев открыл свою программу, но программу исследования деятельности. К сознанию Леонтьев вернулся только где-то ближе к концу 60-х годов. Леонтьев вернулся к программу сознания только в конце 1960-х годов. И мне кажется, что дефицит сознания это родовая травма теории деятельности. Не понимать, не объяснять мир, а изменять его. Это напоминает мне эксперименты запорожца с ребенком, который в проблемной ситуации ему надо было достать конфетку со стола. Он сказал в ответ на предложение экспериментатора подумать, он сказал не надо думать, надо доставать. Ну у нас сегодня такая социальная ситуация, что взрослые говорят не надо думать, надо воровать. И называли это интериоризацией. Забыли при этом, что любая предметная деятельность имеет свое внутреннее, то есть имеет свою тайну. Сознание. И это тайна сознания. Но когда, это не только у нас, это везде, когда признают тайну сознания, то направляют эту тайну по траектории такого редукционистского слалома. По траектории редукционистского слалома в мозг, в нейроны и так далее. Нашли даже зеркальные нейроны-нарциссы. Даже нейроны-нарциссы. И Эльконин в своем последнем публичном выступлении призвал психологов идти вперед, это был конец 70-х, начало 80-х годов, призвал идти вперед к Выгодскому. Я думаю, что можно продолжить это и сказать, что надо идти вперед к Флоренскому, к Шпету, которых я вам показывал, к Мартину Хайдеггеру и другим разумным философам. Природа или Бог наградили животных инстинктами, рефлексами, безусловными. И возникает вопрос, почему они наказали человека, младенца человеческого, лишив его понимания или интеллигибельной интуиции. Нашли, Бог, дают животных инстинктами, рефлексами. Но почему они не дали то же самое для человеческих детей? Почему они не имеют интеллигенции, интеллигенции? Интеллигибельная интуиция, она отличается от интеллектуальной интуиции, прошу прощения. Интеллигибельная интуиция, это что? Интеллигибельная интуиция. Громче скажите, чтобы все слышали. Интеллигибельная интуиция. Она и предшествует, и может завершать чувственную интеллигтуальную интуицию. Интеллигибельная интуиция может преодолеть, как полностью интеллигтальную или эмоциональную интуицию. Я думаю, что Бог здесь ни при чем. Мы сами лишили Его, этого рода интуиции. Мы опустили нашего младенца даже ниже, чем животное. Я думаю, что блаженный Августин был щедрее. Он признал наличие разума у младенцев. Признавал. Сент-Агустин, например, был более генерал, и он предназначал, что интуиции имеют интеллигенцию. Ну, я вас отсылаю к замечательному понятию дозайн Хайдеггера, который означает присутствие в мире. Я думаю, что в философском контексте последовательность бытия и сознания правомерна. Хотя Мамадашвили говорит о едином континууме бытия и сознания. Я бы поставил последовательность, ну так как я назвал свой доклад, сознание и деятельность или единый континуум сознания и деятельности. По отношению к сознанию деятельность, она может быть сознательной и бессознательной, может быть умной или глупой, продуктивной или репродуктивной, содержательной или пустой, миролюбивной и агрессивной, революционной и консервативной и так далее без конца. Поэтому я думаю, что основной проблемой деятельности является проблема сознания. Я думаю, что это верно как с теоретической, так и с практической точки зрения. Я думаю, что сознание давно пора отпустить с короткого поводка деятельности. И мы обязательно придем к тому, что сознание так же объективно, как и так называемое субъективно. Я думаю, что так же и в проблеме бессознательного. Главная проблема – сознание. В этом я закончу мучить вас теоретическими спекуляциями. И обращусь к вашему визуальному мышлению. И покажу некоторое количество загадочных картинок, с помощью которых я поясню, что я имею в виду. И я покажу вам несколько исторических спекуляций, которые иллюстрировать, что это вообще означает. Можно первую картинку. Вот это шуточная картинка – колесо сознания. Вот там за пределами колеса это внешний мир, а внутри это мир сознания. Вот. Я такой вот на самом деле. А внутри я еще ничего. Это очень интересная картинка, которая называется «Вилл для сознания». Внутри есть внутренний мир, и внутри есть внутренний мир. Внутри есть внутренний мир, и внутри есть внутренний мир. Вот это пустой экран, а на моем внутреннем экране то ли маха одетая, то ли маха раздетая. Там хорошая погода, а в моей душе осень. Это вот советский герб, а в моем сознании я его воспринимаю как молот с ложкой. То есть есть реальное противоречие между внешним и внутренним. Можно следующую картинку. А вот, пожалуйста, это кожура апельсина, это Эшера картина, рисунок. Вот это вот, это подобие ленты Мёбиуса, и соединение внешнего и внутреннего. Это большая работа, и в конце концов мы получаем образ. Это большая работа по соединению внешнего с внутренним, и в итоге мы можем получить целостный образ. Можно следующую картинку. Вот эта картинка, которую очень далеко в Сибири рисовал Давыдов. Вот отношение я-мир первичное, я-ты, потом я-я, потом следующий виток этой спирали. Я-я, я-мир, то есть я-ты, и в конце концов мир оказывается внутри меня. Следующий, пожалуйста. А вот ещё один вариант, понимаете, взаимоотношения внешнего и внутреннего. Вот в качестве внешних форм мы себя можем выразить в слове, в действии и в образе. Это внешние формы. Это another way of picturing the relations between internal and external forms. Но за словом стоит образ, за словом стоит действие, слово перформатив. За образом стоит слово и образ, за образом стоят слово и действие. Они, конечно, они, конечно, не полностью обратимы, но как в предыдущем докладе шла речь о том, что возможно, возможен перенос, возможен перевод. И, возможно, трансформация. Конечно, они не полностью разнообразны, но я бы хотел переносить к предыдущему докладу, что есть трансформация, трансформация или трансформация. И это вот, это постоянная игра внешних и внутренних форм. И в чистом виде мы не имеем ни внешнего, ни внутреннего. И в чистом виде мы не можем переносить к предыдущему докладу. Следующий, пожалуйста. А вот это я указал только три языка слова, образ и действие. А вот на самом деле же мы обладаем огромным пространством языков. Я их не стану перечислять, понимаете? Тут и движения, и жесты, и слова, и так далее. Вот. И на основе этих языков мы и формируем образ мира или его образно-концептуальную модель. Следующую, пожалуйста. А вот я обращаюсь уже к культурно-исторической психологии, центром которой была проблема сознания, и показываю кусочек вертикали или узел развития, или акт развития. Значит, здесь мы имеем дело вот с функциональным органом как материалом, функциональный орган или новообразование по Выгодскому как некоторая цель, медиатор и форма опосредованной деятельности. Зачем, я исхожу из тезиса Выгодского о том, что развитие заключается в формировании новообразования. Следующее, пожалуйста. Ой, это... или одну пропустили, или другую. Нет. Нет. Назад? Нет. Сейчас. А, нет, верните. Верните. А, окей, все правильно. Верните. Значит, я расширил число медиаторов, которые были у Выгодского. У Выгодского, как вы помните, были слово и знак. И вот это расширенное число медиаторов я показал вот на некоторой оси или вертикали развития. И вот здесь медиаторы знак, слово, смысл, символ, миф, лик, ну и персональный медиатор, вот я его назвал человек духовный. Значит, логика здесь такая. Вот эта ось и вот с помощью медиатора, с помощью живого движения, я это не могу раскрывать всю схему, но с помощью живого движения, при посредстве знака, в актах коммуникации складывается коммуникативное действие. Одна деталь. И блаженный Амгустин, и Выгодский, и Джеймс Логинский, и Джеймс Логинский. Верч и многие другие писали о том, что ребенок сам порождает знак, понятный взрослому. Я еще пропустил, об этом же писали Карл и Шарлотта Бюллеры. И это действие, оно как бы вокруг своей оси поворачивается, переходит на следующий уровень и посредством следующего медиатора слова начинает формироваться самосознание. Потом и на базе самосознания посредством медиатора смысл складывается предметная деятельность и так далее. Сознание, поступок, персональное действие, не знаю, как поступок, попробуйте перевести. Общее свойство схемы, которая, схема стала работать без меня, и общее свойство схемы, которое я обнаружил уже после того, как она была нарисована, оказалось очень интересным. Оказалось, вот в живом движении есть соединение внешнего и внутреннего. В наших терминах действие это внешнее, самосознание внутреннее, предметная деятельность внешнее, сознание внутреннее, поступок внешнее и личность внутреннее. То есть идет все время в развитии чередования внешнего и внутреннего. Это вот спираль развития, понимаете? Вот слушайте, чем психологи ходят? Хуже у Отсона и Крика. Почему мы не можем предложить спираль духовного развития? Будьте добры, следующую картинку. А вот это та же, вот пожалуйста, вот вам двойная спираль этого развития. Это та же самая картинка. Вот эта левая сторона, это то, что я вам показывал, а правая сторона, это та же самая, но только перевернутая на папа поставленная. В терминах Выгодского, ну это было и у Шпрангера тоже, это реальная форма, а вот это идеальная форма. Ну и Вы догадываетесь, что разница между реальной и идеальной формой является движущей силой развития. Ребенок приходит в мир, в котором уже все есть, понимаете? Уже Отелло задушил Дездемонну. И Ромео и Джульетта любили друг друга. То есть ребенок приходит в культуру уже. Причем меня убежал, это тоже оказалось неожиданно, что самое главное, что есть в человеке, это предметная деятельность, символ и сознание, они вот заняли вот такое доминирующее среднее место. Неожиданно, что основные аспекты человеческого активности, символ и сознание, появились в центре фотографии, как его основа. Следующую, пожалуйста. Вот, но это та схема, которую я показывал, ее не надо воспринимать как схему возрастного развития. Развитие происходит как некоторый растянутый во времени, но одномоментный акт. И вот что происходит со временем. Вот, это физическая ось, астрономическое время внизу, которое от нас не зависит. Вторая линия, это наше индивидуальное время, содержательное время нашей жизни. И все в нашей жизни, как вы догадываете, как вы догадываете, это содержательное время. Даже живое движение имеет квантово-волновую структуру. Но в нашем времени имеются, ну как бы, вот такого рода, можно их назвать карманами, можно назвать облака, можно назвать глубины. Только это не имеет отношения к сознательному, бессознательному. Вот, перерывы. И вот в каждом таком облаке имеются два вектора. Вектор в прошлое и вектор в будущее. Понимаете, момент лишенный прошлого и будущего, Данте назвал террор-презенс, террор настоящего. И вот проведем вертикальную ось и мы получим точка времени взятая из прошлого, точка времени из настоящего и точка времени из будущего. Ясно, что я их соединил восьмеркой. И это есть виртуальная единичка вечности. То есть, если мы сейчас выкручиваем вертикальную ось и точку времени из прошлого и будущего. Здесь я могу вас отослать к мировой поэзии, поэты это всегда знали. Насчет виртуальной единички вечности. Что? Марина Цветаева сказала, моя душа мгновений след. И ваши души тоже, между прочим, не след же этой вот тягомотины такой страшной, которую жизнью мы называем. Я надеюсь, что ваши души тоже выкручивают моменты и не последние дни, которые мы называем жизнью. Вот Выгодский называл это актуальное будущее более. Ну, должен вам сказать, что Выгодский был революционером все-таки. Вот, или заражен этим революционным зудом, поэтому он о прошлом как-то не очень заботился. Бабыковский называл это актуальное будущее. Он был глубоко связан в революционные идеи и не очень внимательно об прошлом. Следующее, пожалуйста. А вот здесь как бы совмещена духовная вертикаль, которую я Вам показывал, или вертикаль развития. И вот картинка со временем. Вот Вы узнаете эти облака, вот эта ось содержательного времени. И что происходит? В некоторое мгновенье происходит некоторый рост новообразования, личностный рост, можно это сказать. И в конце концов мы получаем несколько уровней вот такого развития. уже с течением жизни. И покажите следующее. Причем здесь деятельность. А вот это, вот эти волны, это есть уровень деятельности. развития. Потому что личностное развитие, оно же не ради самого себя. И вот в конце концов мы получаем, между прочим, очень развитый уровень деятельности, который кажется нам чудом. Потому что он питается всеми стадиями развития, которые прошел человек. И, пожалуйста, следующее. Ну, вот, вот это правильно. Я прошу прощения, я не нашел английского слайда. Вот. А здесь я показал уровни развития сознания. Я прислал сюда свою стадию на английском языке, которая называется «Сознание предмет и дело психологии». Так что русские могут ее прочесть. Она уже была опубликована по-русски и не раз. Вот. А коллеги могут ее получить. Правда, без такой картинки. И здесь я выделяю три слоя – бытийный слой, рефлексивный слой и духовный слой. Простота этого рисунка очень обманчива, потому что… Но психология накопила огромный материал, который как бы поддерживает вот такого рода структуру. Будьте добры вот ту, которую вы показывали перед этим. Ну вот, здесь вот я вам показываю невероятную сложность когнитивного акта, на базе которого строится сознание. Вот. Здесь вы можете увидеть невероятную комплекцию когнитивного акта. Это, ну, итог, в общем-то, ну, такой схематически показанный когнитивный психолог. И следующую, пожалуйста. И вот это, это вот исходная брейкштейновская модель двигательного акта. Не покажите, ну, последняя. А вот это, это моторный акт, который имеет сложнейшую структуру. Более 20 компонентов задействовано в моторном акте, причем большая часть компонентов эмоционально-когнитивные. Там для движения, собственно, не остается места. The previous picture was a classical model of motion act by Bernstein, and this is the contemporary model of act that includes more than 20 components, and most of them are cognitive and emotional, not locomotive. Ну и, пожалуйста, следующую картинку. А это вот знаменитый Хакусай, который замечательно... К вопросу о символической природе сознания, это надо делать специальный доклад, я ограничиваюсь этой картинкой. Это замечательное соединение двух символов Японии. Просто вот это и знаменитая Фудзи, и солнце, как на шампур, одетое на Фудзи, вот это символ. И такие символы есть в каждой культуре, вот, и без таких символов мы оказываемся не людьми. Ну и последнее слово заключается в том, что, в общем-то, я внижу. Вижу соединение культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности, не вижу какое будущее, в соединении двух проблем – сознания и деятельности. Без этого, по-моему, в вашем докладе, в тезисах анализа, в ваших тезисах есть выражение, которое похоже очень на русское выражение «пустой активизм». Я вижу, что в future коллаборации math về внутривности и развития теории теории, в которой были проблемы с тем, как и активизм, принятие articизм и сознания. Я думаю, что в любой культуре слишком большое распространение получили иллюзорно-компенсаторные формы деятельности, в которых не хватает смысла и не хватает сознания. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Эти схемы не имеют никакого отношения к антогенетическому развитию вообще? Это чисто структурный такой стесн. Понимаете, я пытаюсь среди таких психологов развить, как доктор Смирнова, доктор Поливанова, доктор Абухова, найти единомышленников, чтобы они мне помогли опрокинуть эту схему на антогенетическую. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ 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 в связи с моделем антогенетического развития. Вадимир Петрович называется на своих коллегах engaged in age psychology to help him to project that scheme on the life cycle of human development. Нужно ответить вопросом на вопрос.